Всем здравствуйте! Меня зовут Марина. И сегодня я, вот не знаю почему-то, захотелось мне поделиться своей мини-мини коллекцией ангелов фарфоровых и не фарфоровых, которые живут у меня дома, которые мне подарили, либо я сама себе купила. Ну, и видимо, я почему еще решила снять это видео, потому что скоро в начале месяца я буду уже подготавливать дом свой к новогодним праздникам, украшать его, и мне уже будет как бы неудобно снимать ангелов. Вот. Ну и поехали. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Вот первого ангела, девочку я хочу показать именно вот этот подарок, который дарил мне сын на день матери. Вот такая красивая девочка. Стоит она на облачке, очень миленькая, с птичкой, с букетом кал, вот с таким веночком. С пушистенькими, с перьев крыльями. Вот. Подарил сын мне этого ангела на день матери, уже несколько лет назад. И, естественно, постоянно смотря на него, я вспоминаю тот момент, когда он мне его подарил. Это было очень мило. Это не относится к теме ангелов, но сюжет я не могу вам не показать, так как для меня это достаточно милое создание, которое купила уже сама себе я. Это вот такая лесная нимфа или фея с букетом цветов в пышном платье. Вот с отделкой тоже таких цветов разных. Платье все из веток состоит. Вот, вот такая красавица в чипце, на груди у нее украшение из цветов. Невозможно было мне не купить, и поэтому я купила. И вот у меня, опять же, тоже украшают мою гостиную вместе с котиком. Котика я увидела, влюбилась в него. Он такой весь рыженький. Находится в редикюле. Сидит. Редикюль весь украшен, типа вышивкой. Вот, цветочной. Со всех сторон. Вот такая прелесть. Вот. Тоже украшает мою гостиную, ну, или просто зал в посудном шкафу. Ну, то есть в стенке. Вот еще одни мои очередные ангелочки любимые. Они не фарфоровые. Я не знаю, какой-то материал. Ну, не доломит, и не гипс, и не глина. Не знаю, с чего они сделаны, но они такие с какого-то пластика или с чего-то такого. Вот. Этого ангела подарил мне сын на какой-то праздник, то ли, не помню, на Новый год, возможно, на какой-то. Вот. Вот. Мечтающий, прекрасный ангел-дитя, которое лежит на распахнувшейся книге, на которой что-то, кстати, буковки есть написано. Вот. Я так думаю, думаю, он выбрал подарок не зря, так как он очень сам по себе читающий человек, очень любит читать. Я тоже люблю читать, но у меня, правда, времени не всегда хватает. Вот. Вот. Поэтому такая фигурка замечательная живет. Украшает, опять же, мою гостиную. Это лебеди попали сюда. Это подарил же мне мой муж, фарфоровые лебеди. Украшен стразами со всех сторон, по золотой. Он мне тоже дарил либо на День любленных, либо на 8 марта. Я уже не помню. Вот. И этого ангелочка уже купила я сама себе, так как я увлекаюсь всяк же мылом. Хотела сделать форму такого ангела. Вот. Но так как эта форма достаточно сложная, и сложно ее сделать, потом и мыло будет сложно вытащить, просто вынуть из формы силикона. Поэтому я оставила эту идею и оставила просто жить у нас, в нашем доме. И украшать. Создавать настроение. Далее ангелок. Вот такой. Это подарил мне один друг моего сына пришел. Подарил нам такого ангела на какой-то праздник. Тоже, опять же, он у нас живет. Никуда я его не делала. У меня было много ангелов. Но я их в основном все, ну как, многих пораздарила. Вот. Которые мне так же были подарены. Но сам моих любимых я, конечно, оставила у себя. Вот такой милый стоит на фоне цветов. С милейшим таким взглядом. Ну и последние ангелочки завершают мое сегодняшнее видео. Это вот такой музыкальный отряд ангелов фарфоровых. Сделаны в ретро-стиле. Это вот первый, это барабанщик. Палочки у него я как-то уронила. Они отломились, их приклеила. И все равно отломились, к сожалению. Вот. Лежат у меня. Надо будет попробовать опять их приклеить. Ну, хотя я не уверена, что мне опять не отвалятся. Вот такие. То есть, сделаны из фарфора в Китае. Под ретро. Под старинный фарфор. Поэтому я не могла, конечно, никуда их деть. Тем более, тем более, мне их подарил муж и сын. Весь этот набор. Вот такие музыканты. И одна еще была фигурка. Она отдельно в коробочке была, которую подарил мне сын. Это вот такой, мне кажется, похож на царевича последнего царя Николая. Вот на лошадке. На деревянный ангелок катающийся. Вот. Такая прелесть. Конечно же, я все эти игрушки берегу. Тоже фарфоровый. Вот. Так что, такая у меня маленькая, небольшая коллекция, которая собралась сама по себе. Хотя я лично не коллекционирую ангелов. Если вам интересно, поставьте лайки. Ну и все. Надо готовиться к Новому году. Всем до свидания. Всем пока. Спасибо за просмотр.